С осени этого года начнет присуждаться именная губернаторская стипендия, которая позволит ребятам, которые показывают серьезные результаты в учебе, в спорте, в творческой самореализации, ежемесячно получать стипендию в размере 10 тысяч рублей в течение учебного года. Это направление будет ежегодным, постоянным и с 2022 года начнет работать. Уверен, что это будет дополнительной мерой поддержки. Но, пожалуй, еще более важно дать ребенку, который интересуется какой-то сферой, возможность углубиться в нее, возможность заинтересоваться еще больше, возможность реализовать себя уже как, например, исследователь, или начинающий музыкант, или совершенствующийся спортсмен. И вот этому направлению мы, конечно, будем основное внимание уделять. Мы с вами, думаю, все согласимся, что не бывает неталантливых детей. Все дети талантливые. Нужно просто вовремя распознать одаренность и позволить ребенку ее раскрыть. Мы серьезно планируем увеличить эти возможности, причем в различных сферах. Для этого будет направлено совершенствование системы профессиональной ориентации, различных тестов, которые будут применяться. На это будет направлен специальный компонент в образовательной программе, которая будет касаться Камчатского края, его истории, его географии, его природы, способов, как мы можем позаботиться об окружающем мире. На это направлена развивающаяся система оздоровительных лагерей, которые от слова «оздоровительный» к нему будет присоединено слово «развивающий», который в таком компактном формате летней или круглогодичной смены, каникулярной смены позволит ребятам, которые специализируются, интересуются, которые серьезные успехи показывают в какой-то из сфер, с такими же интересующимися этой сферой сверстниками провести две недели под присмотром и с участием лучших преподавателей и специалистов и тем самым укрепиться в желании заниматься этой сферой и еще больше усовершенствоваться в ее познании. Продолжение следует...